МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оказались принимать в ней участие под нейтральным флагом. В частности, известно, что церемонию пропустит мужская сборная России по хоккею. Она прибудет в Южную Корею лишь 11 февраля. Также на парад открытия игр не пойдут сборные по фигурному катанию, биатлону, шорт-треку, санному спорту, ферлингу и лыжным гонкам. А тем временем жители, принимающие Олимпиаду страны Южной Кореи, встретили наших спортсменов как героев. Они пронесли российский флаг в аэропорт и развернули навстречу прибывшим Олимпиадам. Отмечу, что комитет ранее запретил флаг России на играх и квалифицировал любые подобные действия, как преступления. В российской сборной запрещено выступать под национальным флагом и комментировать решения комитета. Флаги пытались запретить даже в комнатах в Олимпийской деревне. Однако жителям Кореи комитет этого запретить не может. Чем они, в свою очередь, и воспользовались местные СМИ. Они пишут, что таким образом корейцы выражают свое радушное отношение к спортсменам из страны, оказавшейся в немилости. Не разобрались еще и с судьбой бокса в Олимпиаде 2020 года. Напомню, что МОК пригрозил Международной ассоциации бокса исключить их из программы соревнований. Как отметил Томас Бах, комитет обеспокоен нестабильной ситуацией в управлении AIBA. За короткое время произошел ряд перестановок в верхах организации. Ассоциации в ответ на угрозы МОК опубликовало письмо временного администратора Петафиака. Он сообщает, что финансовая деятельность по требованию Олимпийского комитета приостановлена. И теперь им необходимо предоставить все отчеты об управлении до 30 апреля. Это решение крайне неутешительно для AIBA, которое надеется, что исполком МОК поймет, процессы, необходимые для осуществления еще большего числа мер, требуют больше времени. И что позитивные шаги, уже предпринятые в последнее время, свидетельствуют о серьезных усилиях и готовности AIBA к реформированию. На путь исправления ассоциация, так же, как он подчеркнул, будет вставать в течение еще шести месяцев. Новый план фонда должны обсудить в июле. Максим Афонин открывает сезон очередной победой на русской зиме. В Москве на манеже ЦСКА завершился 27-й легкоатлетический турнир. «Русская зима» передает спорт Якутии. По традиции в соревнованиях участвовали более 200 сильнейших спортсменов страны. У мужчин в толкании ядра победил якутский легкоатлет-фаворит соревнований Максим Афонин. Он также выступает и за Москву. В воспитанник заслуженного тренера России Николай Аколотко первенствовал с лучшим результатом 20 метров 40 сантиметров. Вторым стал Константин Лядусов, который смог толкнуть снаряд на 19,95 метров. Напомним, для якутского легкоатлета победа на главном старте сезона стала второй к ряду. В прошлом году Максим Афонин также становился чемпионом русской зимы. Спортивный месяц начался для учащихся агрошколы села Дерин Чуропчинского улуса. Там стартовали пенигинские игры, посвященные 65-летию олимпийского чемпиона Павла Пенигина. Одними из первых в силе и ловкости посоревновались юные хапсогоисты. А в течение месяца пройдут еще состязания по таким видам спорта, как шорт-трек, лыжные гонки и куюр. Всего участвует 137 молодых спортсменов в шести командах. Главная цель игр – поддержка массового спорта. Если один из команды проиграет, то страдает весь ее состав. Если он принесет победу, то он остановится достижением всей команды. Поэтому эти соревнования сплачивают спортсменов. Кроме того, это ведь сразу несколько видов спорта. И они, конечно, закаляют и тренируют человека, как в физическом, так и в умственном плане. Это были новости спорта. Всего доброго! Субтитры подогнал «Симон»!